Здравствуйте, люди добрые, души чистые. Вадим Карабинский из поселения Родовых Поместей. Сегодня о тех фильмах, которые я создал 9 лет назад и которые вошли в историю нашего движения. И о новом фильме, который спустя 9 лет пора создавать. Я никогда не держал камеру в руках, никогда ничего не монтировал. Это вот в 2008 году я был в этом абсолютно не профессионал. Но вот есть три фильма, которые являются легендарными и которые посмотрели тысячи, а может быть десятки тысяч людей, которые изменили судьбу многих людей. Дело было так. Я смотрел фильмы и ролики о движении Родовых Поместей и видел, что уровень крайне низкий. Ну, несмотря на то, что я дилетант, я как бы все равно диванный создатель фильмов. И могу судить, это хорошо, это плохо. Но, возможно, у меня внутреннее ощущение, внутреннее чувство, внутреннее восприятие позволяло мне оценивать достаточно адекватно. Мне было очевидно, что я могу сделать лучше. И тогда, еще не имея ничего, у меня ни денег, ни машины, ни опыта, ни камеры, ни какой-либо другой техники, я объявил свои рассылки, мол, еду снимать фильм. И те, кому этот фильм, кто хочет его потом получить, переводите такую-то сумму денег, я на эти деньги куплю оборудование и буду ездить по действующим поселениям, поселениям Родовых Поместей и создавать этот фильм. В результате, как откликнулся еще один человек, это Лариса Реднова из Ростова-на-Дону. И вот мы с ней, как два равноправных партнера, она со своей стороны машину предоставила, ну и работу. И я со своей стороны идею, работу и возможность сбыта, ну, на какие-то же деньги нужно получать. Этот фильм создавать. Деньги надо где-то получать, этот фильм создавать. И вот мы примерно год работали, мы были в семи действующих поселений, Родовых Поместей. Там в каждом поселении были в нескольких поместьях, задали по 23 вопроса каждой семье и создали вот такой фильм. В интернете, на моем YouTube-канале выложена 7-часовая версия этого фильма. Хотя, на самом деле, там почему-то 5 с чем-то часов какой-то доброжелатель, ну, повырезал, как ему показалось, лишнее. И так, ну, это грустная история, не будем о ней. Значит, после создания этого фильма мы встретились с Изабеллой Воскресенской, у которой родили несколько моих друзей, семей друзей. И создали вот этот фильм «Бабичье дело». Он, ну, это на самом деле очень глубокий фильм о естественных родах, в том числе о домашних родах, о подготовке к родам, подготовке к беременности. В том числе этот фильм я рекомендую, наверное, еще не один десяток лет он будет менять судьбы семей. Потом Зепп Хольцер поехал в Украину. Какая-то была его первая поездка вот сюда, в Россию. И там мы начали создавать фильм с ним. И вот этот фильм, а тут два фильма о природе и человеке, фильм первый, и фильм второй «Пермакультура с нуля». То есть, это тоже в интернете, на моем YouTube-канале выложено. Этот фильм свободно теперь скачивайте, смотрите. Итак, прошло 9 лет. И на сегодняшний момент уже действующих поселений родовых поместий около 400. По сравнению с тем, что было 9 лет назад, такое разнообразие результатов и отсутствие результатов, что просто, наверное, пора создавать новый фильм. Хотя я не собирался. Я когда создавал первый фильм, я размышлял так. Вот сейчас я задам новый уровень качества. И все последующие фильмы, которые появятся, они будут уровня не хуже. Отчасти, это такая моя идея, удалась. Некоторые, ну, как бы, качество съемки уж точно улучшилось. И во многих, и качество монтажа тоже улучшилось. Тут, я думаю, что этот фильм наш с Ларисой, он сыграл свою роль. А вот еще у меня была вторая задумка, что после того, как появится вот этот мой фильм по, вот именно, что много разных поселений, много разных поместьй, много разных взглядов, то есть показывающий более широкую такую картину, я думал, что после моего фильма появятся новые фильмы подобного типа. Но прошло 9 лет, и нету ни одной такой обширной работы. Или же есть, но я о ней ничего не знаю. Но я отслеживаю 99% вот нашего, ну, вот информации по родовым поместьям России. Если вы знаете что-то, что превзошло наш с Ларисой фильм, пришлите мне, я буду этот фильм всем показывать, всей своей аудитории. И, возможно, я не поеду снимать, как продолжение фильма «Родовые поместья России». В общем, я увидел, что нету, и почему-то я внутри почувствовал, что я снова могу создать фильм, который сейчас людям нужен, и который задаст новую планку качества и покажет новую глубину развития движения родовых поместьй России. Я всем людям, которые начинают создавать родовые поместья, это именно на них я ориентирую свой фильм в первую очередь, кому предстоит создавать свое родовое поместье. Я им рекомендую, вы просто вот, у вас, как бы вы работаете, у вас же иногда бывают отпуска, вы посвящаете эти отпуска поездкам по действующим поселениям родовых поместьй. Вы побываете, увидите, насколько они разные, и насколько разные результаты, насколько разные подходы, насколько разная энергетика, насколько разные люди, и у вас будет взгляд намного шире на собственное поместье, и вы совершите гораздо меньше ошибок. Но, видимо, система сейчас еще больше прижала людей, и поездки стали очень, ну, как бы еще сложнее, что ли, стали дороже. Ну, по бензину понятно, что они тут на своей машине. Я уже вот сейчас вот, если я первый фильм снимал, как бы ездя на, вот мы ездили на машине Ларисы Редновой, мы спокойно могли себе топливать, позволить. Сейчас уже ездить по России, тем более там в Украину, я уже на машине не рискну, я буду общественным транспортом передвигаться. Ну, основные поездки, в общем, на поезде и на самолете. Это дешевле выйдет. Вот. И вот этот новый фильм, который я предполагаю, предполагаю проехать минимум по девяти поселениям действующим, такие поездки, я так понимаю, обычным людям уже недоступны. А я понимаю, что мне придется ездить год или даже больше. И получается, что сейчас этот фильм для тех людей, которым предстоит создавать РДВ-поместье, он актуален, он поможет побывать виртуально в поселении и даже что-то почувствовать. Вернее, не даже что-то почувствовать, а точно почувствовать. Ведь огромное количество откликов было после первого фильма, и люди чувствовали. Им передавалась энергетика, настроение, атмосфера. В общем, люди и плакали, и смеялись. И поэтому часть информации можно получить, даже не посещая какое-то поселение. Ну, вот. И методом исключения можно действовать. Например, вот в эти пять поселений я точно не поеду, там вряд ли моя земля. Вот я что предлагаю? Я предлагаю создавать народный фильм. Я поеду снимать новый этот фильм за ваши деньги. Я вкладываю свой труд, свое время, свой громадный опыт, свой дар, свою способность сплачивать людей вокруг этого, способность формулировать вопросы, способность так оформлять ответы, чтобы они были понятны и ясны, чтобы было минимум воды. И, допустим, вот вы переводите 2000 рублей на фильм. Вот вам проехаться по девяти поселениям, это сколько тысяч надо? 30, 50, 100? Ну, это такое путешествие, это знатное. Там же еще и проживать надо. Это там, я везде буду договариваться бартерами, мне проживание будет бесплатно, меня будут рады видеть, потому что меня знают. А вот обычная семья поедет, в любом случае где-то надо домик арендовать. В общем, получается сумма большая, по моим прикидкам от 30 до 100 тысяч рублей. А если вы переводите 2000 рублей и разделите это на 9, то получается по 200 рублей на поселение. Да, это виртуальное посещение, но оно будет очень информативным. Более того, скажем так, я могу даже задать вопросы гораздо глубже, и на меня потратят люди, отвечающие, живущие, обустраивающие поместье, времени больше, нежели на вас. То есть через фильм можно получить информации даже больше, чем побывав в поселении. Это факт. Поэтому я предлагаю переводить деньги на будущий фильм. На первом шаге я должен купить технику, потому что та старая настолько устарела, что я ее уже давным-давно подарил. Вот эти фильмы мы снимали на кассетную камеру. Совершенно непрофессиональную кассетную маленькую камеру, но мы эти фильмы создали. Я думаю, что в два года я точно уложусь с этим фильмом. Вам кажется, что это два года, это такой срок, но по-другому никак. У меня еще свое поместье, то есть тут тоже весенние-осенние работы нужно проводить обязательно. Есть периоды, когда уезжать отсюда нельзя. Потом у меня карельские заставы, встреча друзей-мастеров, есть еще новые задумки. Мы семейный лагерь хотим прямо здесь в поселении создать. И примерно 300 тысяч рублей нужно будет мне собрать на все это. Вот именно прямые расходы поездки, питания, оборудования, проживания. Разумеется, я буду стараться везде бартером договариваться, потому что это выгоднее. Грамотный бартер всегда выгоднее обеим сторонам, чем просто тупо обмениваться деньгами. Значит, 300 тысяч – это прямые расходы. И сколько-то моя зарплата. Но я еще об этом не думал. Пока что у меня есть энтузиазм. Пока так поеду. Для тех, кто деньги будет переводить, кто будет прямым участником создания этого фильма, всех приглашаю в закрытую беседу. И если я буду лениться, вы сможете через эту беседу меня подбадривать. Ну, и конструктивно тоже у нас может быть совместная работа. Нам надо список вопросов согласовать. И смогу вам пересылать некоторые промежуточные видеоматериалы. И в том числе те, которые в фильм по-любому не войдут, потому что фильм опять получится 7-часовым. Или вообще 9-часовым. И туда... Но все равно все не помещается. Я знаю, что в прошлый раз огромное количество материала не поместилось. Ну, да ладно. Итак. Реквизиты указаны прямо в описании этого ролика. Или же карта Сбербанка привязана к моему номеру телефона. Мой номер телефона знают все. Он указан везде. 921-01-80-290. 921-01-80-290. Уже лет 10 он везде указан. И мне, к счастью, никто не звонит. Все уважают мое время, мое пространство. Или же я достаточно много и так вещаю, пишу, снимаю. Что вопросы этим снимаю. Прямо идуально мне звонить никому не приходится. Засим все. Давайте создадим продолжение фильма «Родовые поместья России». Пусть он поможет нам с вами. И пусть он поможет еще тысячам людей, которым предстоит созреть для обустройства своего родового поместья. И переехать. Быть добру. Бессомненно. Конец связи.